Чё ты экаешь, блядь? Ну-ка быстро руки поднял, на! Мама заводит. Ладно, шутки, шутки из 2005, блядь. Эээ, самое, короче. Эээ. А, ну, в принципе, да, чё, блядь. На скутере права не нужны, блядь. Езжай как хочу, делай чё хочу. Так, здравствуйте, охранник штрафстоянки. Тут моя тачка где-то завалялась. Зачередные 350 баксов улетают и... Ёбаный в рот, что тут происходит? Пацаны, я так понимаю, что многие стали юзать мой лайфхак или... А, закрыто, блядь. Эл. Открыто. Эл. Работает так же, да, закрыть? Глорь. Ой, тут что-то там говорит. Слушайте, чё-то какое-то мясо, блядь, происходит, как обычно. Ребят, я не знаю, с чем связано, что так тут много чего-то всего, и тачки стоят почему-то... Чё, скорая, блядь, что тут происходит? Ребят, я сегодня решил, знаете, вот, всё, в пизду. Вот просто, вот знаете, девиз сегодняшней серии, это просто в пизду, потому что хватит. Я, мне надоело работать, я прочитал комментарий, сейчас я уйду на паузу и назову ник комментатора, вот. Вот, он предложил мне просто устроить ламповую серию, потому что, знаете, вот, ну всё, ну хватит уже, блядь, работать. Вот серьёзно. Я накопил на эту машину практически сам. Ну, я накопил, но вы помните, да, там что-то пошло не по плану, я потратил каким-то раком большую часть своих денег, но в целом я же накопил, накопил, вот, поэтому я их там вернул, как бы с помощью доната, ну, это неважно. И купил это ведрище, которое в итоге, в принципе, многие не одобрили и сказали, что я в срочном порядке должен это продать и купить Пикадор и сделать полный тюнинг, наверное, это так и произойдёт в скором времени, потому что действительно я купил ведро, блядь, которое не едет, зато стиль, зато две гитары лежат, могу музыку сочинять, деньги зарабатывать, вот так вот. И у меня, между прочим, тачка похожа на Белэйр. Это я сам придумал просто, как бы, вот. Вот, друзья, значит, я еду в рыболовный магазин, чтобы сегодня насладиться ламповой атмосферой, которая позволяет, да, всё-таки GTA V, это у нас, как бы, да, игра-то, как бы, ну, уже, конечно, старенькая, но, ой, вот это ж, да, я, кстати, не прав, я еду в левом ряду, ещё и, блядь, 130 км в час, ну, больше моя машина просто не может. Вот, друзья, мы едем в рыболовный магазин, потому что, по-моему, там кто-то в аварию попал небольшую, да, что-то произошло. Ну, так вот, едем в рыболовный магазин, чтобы закупиться ни удочкой, ни наживкой, ни, блядь, ещё чем-то. Ну, нет, на самом деле, блядь, ещё чем-то, потому что я собираюсь купить замечательную вещь под названием палатка. Дело в том, что я хочу просто-напросто насладиться природой, выехать куда-нибудь, посмотреть, как это вообще, для чего это нужно, то есть, что это что-то даёт, или это просто, как бы, для атмосферы. Вот, поэтому, друзья, я сейчас уйду на паузу, как раз-таки я скажу ник, кто написал этот комментарий, потому что идея хорошая, и там много лайков, многие поддержали, поэтому... Блядь, пиздец у меня мотор, вот только из автосалона выехала машина, всё скрыс. Ты слышишь здесь звуки? Нездоровая херня, да? А как там в салоне у меня, кстати? Блядь, лучше бы я, блядь, не смотрел. Ребят, сейчас, секундочку, я вернусь. Итак, друзья, чувак с ником Electric Lizard написал этот комментарий. Собственно, да, во-первых, как я понимаю, можно разводить костёр, и можно ставить палатку. Что это даёт, я хуй знаю, то есть, для атмосферы это сделано или нет, ну, во всяком случае, я получу душевное наслаждение от того, что это будет происходить. Потому что, ребят, ну, вы понимаете, да, сколько... Вот, понимаете, я сейчас рассчитываю, я даже не хочу это вслух, я не хотел вслух это говорить, но уже скажу. Я не хочу даже думать о том, что сейчас что-то может пойти не по плану, ну, потому что хватит уже. На работе всё по пизде, а, значит, ещё что-то, квесты по пизде, с тачкой по пизде, то есть, вы понимаете, каждая серия, это какой-то маленькая какая-то неудача. То есть, как бы, да, поэтому мне это немножко, мне, блядь, немножко это остачало, заебало, короче. Вот, поэтому, друзья, я паркую автомобиль, я не знаю, можно ли его взломать или спизнить, но так как это мой первый автомобиль, я, пожалуй, припаркую его здесь. Смотрите, глушу мотор, выхожу из своего автомобиля, закрываю, а, блядь, он был закрыт, закрываю, бегу до магазинчика. Там очень много народу, я добоюсь... Ой, там пиздец. Ребят, давайте посмотрим статистика автомобиля, кстати, смотрите, пикап. Ладно, пикап это, я не знаю, что это за деклейси, но выглядит стильно. Пикадор, 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 пикадор. И сейчас, стоп, блядь, эксперимент. Раз, пикадор, два пикадор, три пикадор, четыре пикадор, пять пикадор. Ага, пять пикадоров, ну, окей, ладно, дальше. Значит, это, в принципе, вы помните, да, читерская машина, в которую все влезает. Шесть пикадор, семь пикадор, ага, ага, восемь пикадор, девять пикадор, десять пикадор. И еще там, я уверен, несколько... О, не увидел, прошу прощения. Так, один спикадор, двенадцать спикадор, тринадцать спикадор, четырнадцать спикадор, пятнадцать спикадор. Пятнадцать спикадоров, в принципе, на одном квадратном метре, можно сказать, да, то есть, как бы... Вот, и только один чувак на розовой Макларене, как бы, а так все окей. Ну, и это не Макларен, я имею в виду тачка из ГТА, я просто не знаю, как она называется. Так, ребят, значит, что... Нет, ладно, спасибо. Что, блядь? Блядь, вы понимаете, насколько много людей приходят в рыболовную? Таблеточку, кто продает таблеточки? Таблетки, кто продает? Я не продаю таблетки. Ребят, посмотрите, сколько людей приходит к продавцу снастей, что, блядь, его... Посмотрите, его просто ему уже плохо, блядь. Давайте мы его не будем беспокоить. Посмотрите, таблетки никто не падает. Кемпинг! Временное жилище. Наличка. Тысяча. Потрачено. Набор для костра. Пятьсот. Вес один... Я сразу куплю два. Я не знаю, на что это влияет, но... Так, все. Это все, что мне нужно? Так, две тысячи баксов улетает в никуда снова. Ничего нового. Так, ребят. Сейчас, я просто... Мне жалко продавца снастей, вы понимаете? Он заебался уже эти наживки, продавать удочки. То есть, понимаете, подходят люди, он, блядь, ну удочку, удочку, блядь, вот так вот. Удочка, удочка, у него уже ноги подкосило, он уже танцы, блядь, какие-то делает. О, о, о! А! Тут наживка нужна. Вот наживочка, вот, вот удочка. Так, вот для кемпинга, блядь. То есть, вот он один, он разрывается. Понимаете, 24 часа в сутки хуярит человек. Это же, блядь, ну, дорогого стоит. Сколько он зарабатывает, интересно? Так, ладно. Угу, машина открыта. Все, у меня все есть. Значит, я как понял, я как понял, то есть, я поразмышлял. Это редкий случай, когда я перед тем, как что-то сделать, я поразмышлял. И, друзья, я понял так, что разводить костер можно практически... Бля, вот эту тачку хочу купить. Бля, забыл, как она называется в GTA. Бэха-семерка Е65-й кузов. Ребят, напомните, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, сколько она стоит, я бы ее купил. Просто стиль бы сделал, блядь. Просто как настоящий, просто, блядь, бандит из начала нулевых просто. Реально, был бы. Правда, эта Е65-я бы у меня, наверное, умерла бы быстро. Так вот, друзья, я так понимаю, что можно разводить где угодно. Главное, за городом. Ну, то есть, можно в лес уехать. Я согласен. Я готов уехать в лес. Знаете, вот тут густые листа. Леса? Тьфу, блядь. Да, хорошо, короче, все. Не, подождите, стоп, не хочу там. Давайте где-нибудь поближе, на Вайнвуде. Слушайте, я не знаю, там как бы, да, то есть, ну, вы понимаете, на Вайнвуде дома, в принципе, всегда были дорогими. Но приезжает чувак, блядь, у которого лежат две ржавые гитары на ржавом корыте, который он называет Белэйр, и начинает разводить кемпинг. Как вы думаете, жители Вайнвуда будут рады этой ситуации? Я не знаю, мы сейчас это проверим. Так, все, я все купил. Не знаю, 2 килограмма для костра, что-то там, я хер знает, как это все происходит. Я надеюсь, дополнительно мне ничего не понадобится. Хотя, учитывая, что у меня... Слушайте, вы заметили, что все как-то, все как-то хорошо? Все как-то, все как-то замечательно. То есть, в принципе, да, происходит? Не кикает, не расконнекчивает, не что-то не фризит, не кто-то меня не убивает, ничего у меня с тачкой не происходит, денег хватает! Слушайте, это как-то, блядь, вот что может пойти по пизде? Я даже, я испугался сейчас. Так, стоп, стоп, стоп. Мне не нравится этот черный пикадо. Понимаете, все быстрее меня. Все, блядь, все просто до единого. Я не знаю, это пикадор в тюнинге или нет, но, ребят, как бы, он едет быстрее. Может быть, он стоковый. Потому что мне сказали, в комментариях написали, что пикадор в полном тюнинге ебашит пиздец. Как бы, что значит ебашит пиздец, это нужно проверять, поэтому, как бы, это... Друзья, ну, я думаю, что это довольно нормальная тема, да, то, что я реально сейчас поеду до Вайнвуда, и, как бы, именно там хочу все это дело организовать. Потому что... Я не знаю, как бы, как тут система работает. Я так понимаю, что через инвентарь нужно будет все делать. Но просто меня приспичило, блядь. Я такой, дохуя, путешественник. Все, я устал, блядь. Я приехал из Лос-Антоса в другой пригород, купил этих наборов, и все, хочу отдохнуть. По-моему, пиздец инкассаторской тачки только что произошел. Я заснял это на видеорегистратор. Чуть-чуть он меня не снес, но все нормально. Так, что-то с фурой здесь происходит. У меня плохая ассоциация с работой бельнобойщиков. Я думаю, что вы смотрели эту серию. Так, ребят, все, едем на Вайнвуд. Спокойно, все, жизнь хороша. Жизнь хороша. Чувак на Е-34 делает бернаут на светофоре. То есть у него тоже все прекрасно. Это хорошо. Когда хорошее настроение, это всегда замечательно. Так, подождите, стоп. Почему я поставил Вайнвад... Нет, я все понимаю. Я, во-первых, не понял, откуда он так мчался, блядь, что меня машину чуть, блядь, в космос не откинуло. Это во-первых. Во-вторых, я все понимаю, но я бедный, блядь, пацан, у которого 719 баксов. Я уверен, что починка тачки это не самое дешевое занятие, как бы, да, но у меня тачка теперь просто расхерачена, блядь. Так, ладно, первое маленькое невезение. По крайней мере, это никак не отобразилось на мне. Я уже думал, ДТП сейчас будем оформлять, но нет. Он уехал. Так, тихо-тихо-тихо, я пропускаю, все нормально, все спокойно. Я еду, уже вижу дорогие машины, то есть я уже не вписываюсь, да, в эту картину. То есть Вайнвад, все охуенно, и Булкин, блядь, на ведре на каком-то. Ладно, едем, ничего страшного, я как бы это самое... Так, главное найти, знаете, какой-нибудь, может быть, домик неподалеку. И вот около, около, около этого домика попробуйте развести костер. Но я не знаю, получится ли, потому что, возможно, тут как-то нужно для... Ну, чтобы система это сработала, может быть, это должно быть какое-то определенное место. Так, смотрите, вот тут стоит несколько домов. О, припаркованная машина, смотрите, вот тут все хорошо. Так, смотрите, я паркую, все, вообще, нормально. Я приспичил, у меня, блядь, здесь, блядь, кемпинг развести, все. Закрываю, она, блядь, закрыта, я все равно забываю. Так, угу, так, вот тут, блядь, охуенно. Вот, смотрите, вот на этой опушечке костер-то не особо же воняет. Так, все, ага, там что-то происходит. А тут семейная пара живет, смотрите, девушка и мужчина. Лексус у них, что-то еще, я нажимаю инвентарь. Набор для костра, поставить. Заебись, это место не подходит для кемпинга. Отходим подальше в лес. Походу, все-таки не получится у меня здесь, да, это все сделать. Ага, поставить. Не подходит. Жаль, жаль, блядь. А ведь это все-таки трава, деревья, блядь, природа, хули. Что, не получается никак совсем? Совсем нужен какой-то дикий лес, что ли, поставить? Блядь, ну все малину испоганил, блядь. Хотел костер пожечь на Вайнвуде и то. Ну ладно, хорошо, первый небольшой фейл, еще один. Точнее, уже получается второй небольшой фейл. Но меня это сильно не расстраивает. Мы сейчас найдем какое-нибудь место. Так, блядь, машину все время. Почему, когда она открыта, блядь, я ее пытаюсь закрыть. Когда она закрыта, я ее пытаюсь открыть. Хорошо сказал, да? Ну так, со смыслом. Так, все, завел, поехал. Они куда ушли? Я просто хотел что-нибудь у них посправить. А где можно в гости зайти? Посмотрите, стоп, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Так, это они тут, да, я так понимаю, живут? Ага, войти. Блядь. Это хуевая тема, да? Так, подождите, они же только что тут были. Это их, а почему он открыт, я не понимаю? То есть я как бы могу зайти в чей-то дом. Подождите, а можно что-то спиздить? Есть какая-нибудь система по... Может они снизу, я не знаю. Но они тут были, то есть они могли максимум зайти в дом. То есть как бы то, что посторонний чувак ходит у них по дому, по их особняку, как бы никого вообще не волнует, да? Кабинет. Тут сейфа нет? Блядь, кстати, открытые дома. Ну это я думаю, что для... Если бы я в организации был, да, в какой-то? Типа в банде или в мафии, я бы, наверное, мог это самое ворваться. Слушайте, жалко. Ладно, хорошо, хорошо, ладно, я выхожу. Бля, прикиньте, гараж? Ебать! Бля, жаль. Ебать, просто чувак шастает, блядь, в доме на Вайнвуде, ебать! Чего? Бля, жаль. Так, ладно, подождите, мне сейчас пизды дадут, если меня увидят, я чувствую. Просто пиздец какой. Так, тихо, 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 вернуться, вернуться, да, да. Ага, так, выйти на улицу. Бля, надо съебывать, по-моему. Пока мне... Блядь. Молодой, а ты чё делал в доме, я не могу понять? Только руки поднял. Руби Гомерис. Блядь, блядь, блядь. Гомерис, козру поднял, чё непонятно, нам? Щас, 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 щас. Чё ты делал в доме? Щас. Щас, как, блядь, я не знаю, как... Чё ты экаешь, блядь? Ну-ка, быстро руки поднял, нахуй. Выкаешь мне, ты кэкаешь, блядь. Я... Я пиццу, пиццу. Я тебе ищу пиццу, он, блядь, мне привёз, нахуй. Себас, сел в машину, себас. всё-всё-всё-всё-всё-всё БЛЯТЬ БЛЯТЬ Да ну нахуй БЛЯТЬ Как анимацию-то выключить Я первый раз юзал анимку БЛЯТЬ БЛЯТЬ Как выключить анимацию ЕБАТЬ Щас-сасасасасасасасасасах Как блять Как какkef Не как выключить анимку блять Я хуй знаю Стоп,туда научиться делатьто Понадобится же Как анимку выключить блять БЛЯТЬ ХУЛИ ОНС ЭТИМИТО БЛЯТЬ Стоп остановить анимацию С Во Всё БЛЯТЬ Я хотелcept Короче сначала я хотел Ну прикинуться Типа что я глухонемой Ну типа ы-а-а а потом думал, блядь, это будет не смешно, и он, типа, ну, подумает, что это, я потом такой решил, что я курьер, блядь, он просто меня ограбанул, блядь, на 500 баксов, блядь. Блядь, пиздец. А я думаю, блядь, они дома должны быть, я хотел так пошутить, ебать, он ствол достал, я все вроде отыграл нормально, я хотел просто реально, типа, то, что я глухо не мой, или типа не понимаю, ничего еще происходит, потом думал, блядь, это же, ну, и так, типа, ничего не закончится, потом такой, блядь, надо это, типа, пиццу, пиццу, блядь. Блядь, это охуенно было. Блядь, что охуенно было, я опять обосрался, блядь, опять в минусе, блядь. Блядь, вот это пиздец. Заебись, я съездил, все, в пизду, я не хочу никакой кемпинг, блядь. В пизду, реально, ребят, если вы хотите, напишите в комментариях, я следующую серию эту сделаю. Нахуй, блядь, мне это сейчас, я, блядь, этот костер, блядь, меня сожжет, я, блядь, попаду в больницу, меня забанят на сервере, нахуй мне это надо, я уже понимаю сейчас, чем это, все, блядь, заебись, блядь, приехал. Я еще, у меня еще были мысли, типа, я думал в голове, когда я ходил по дому, думаю, сейчас я встречу кого-то, надо что-то придумать. У меня первое, вот я, ну, я, естественно, не стал озвучивать, чтобы вам тоже было интересно, я думал, блядь, короче, типа, прикинусь глухонемым. Потом, когда уже пошел процесс, я понял, что, блядь, из этого ничего интересного не получится. Потом думал, блядь, ладно, первое, что в голову пришло, курьер, блядь, пиццу привез. Блядь, он просто руки, блядь, за голову, нахуй, и все, блядь, навел на меня ствол и просто 500 баксов отжал у меня, вы понимаете? Я, причем, не знаю, у меня не... А, были у меня 500 баксов, да. Я просто думал, он с карты как-то... Не, не, у меня 719. Блядь, что? Ребят, я просто вот на все хочу, вот, просто поддержки видеолайкового, потому что, вот, как бы, что ни ситуация, то пиздец. Вы понимаете, что каждая серия, реально, как бы это смешно ни звучало, на GTA 5 RP заканчивается пиздецом? То есть, что-то, блядь, идет по пизде. Какой-то вот что-то, блядь, идет по пизде. Съездил, блядь, на кемпинг, блядь, на Вайнвуд. Пожег, блядь, костер. Короче, ребят, если вы хотите, у меня, в принципе, все останется, я это не буду специально тратить вне серии. То есть, если вы захотите, то я это самое. В следующий раз, пожалуйста, мы съездим. Я надеюсь, что все пройдет успешно. Я, блядь, не знаю, что там. Волк должен появиться, яйца меня отгрызть. Я не знаю, что еще должно произойти, если я просто поеду в лес, блядь, попробовать кемпинг. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Я, блядь, вахую просто. До новых встреч, ребят. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok